Добрый день зрителям. Благодарю, что сейчас вместе с нами. Сиделка – это сериал, который нам с вами покажут. С 3 января 2021 года по телеканалу Россия. Предлагаю узнать вместе с нами содержание серий. Первая серия. Катя Кирсанова живет с больной матерью и преподает химию в школе. Она навещает могилу отца, который погиб 20 лет назад и находит там странную записку, это не Люська. Мать отказывается отвечать на Катины вопросы и что-то объяснять. Через некоторое время в жизни девушки начинают происходить странные события. Под вынужденным предлогом ее увольняют из школы, и сразу же она получает неожиданное предложение от некоего Жарова работать сиделкой в богатом доме. Глава семьи, успешный бизнесмен Анатолий Павлович Шубен, находится в коме и его привозят домой умирать. Трое его детей не проявляют никакого участия. В окружении семьи Анатолий не подает никаких признаков жизни, но как только остается с Катей наедине, неожиданно заговаривает с ней. Вторая серия. Игорь проявляет к Кате интерес, но она не спешит отвечать взаимностью. Игорь едет на съемки клипа группы, которую он продюсирует, но в самый разгар процесса туда врываются бандиты и требуют долг, деньги, которые он брал на раскрутку группы. Игорь объясняет, что отец в наказании лишил его финансирования. Бандиты в такой ответ не устраивает, Вика, несмотря на запрет матери, пытается сбежать из дома в ночной клуб. Возле дома Катя встречает странную, опустившуюся на вид женщину, которая расспрашивает ее о семье Шубиных, говорит, что знает о них какую-то тайну. Третья серия. Катя признается Ольге, что это она помогала Вике сбежать. В ответ Ольга просит дружить с Викой, чтобы уберечь ее от глупостей, обещает за это платить. Жаров выясняет, что в кармане сбитой женщины была фотография семьи Шубиных. В полиции подозревают, что кто-то из них причастен к ее гибели. Жаров пытается выяснить, что могло связывать хозяйку с погибшей. Любовница бросает Владимира. Тот в отчаянии едет к Светлане домой и говорит, что не может без нее жить. Игорь просит у матери денег, чтобы отдать долг бандитам, но она не верит ему, считая, что это очередная уловка. Анатолий признается Кате, что разочарован в своих детях, умирая он не оставляет ничего, чем мог бы гордиться. Это его мучает сильнее, чем болезнь. Четвертая серия. По просьбе Кати Вика находит семейный альбом, в котором Катя обнаруживает фото себя и своего отца. Она понимает, что попала в этот дом не случайно и требует объяснений у Шубина. Игорь пытается дозвониться до своего друга Вадика. Трубку берет следователь. Вадик задержан, он подозревается в покушении на жизнь шубинского отпрыска. Игоре не хватает мужества рассказать правду. Жаров разговаривает с Вадиком, с СИЗО и выясняет, что Игорь должен денег бандитам, и что аварию попросил подстроить он сам. Игорь признает, что так и было, просит Жарова выручить Вадика из СИЗО. Вика просит Катю устроить отцу эвтаназию. Пятая серия. Владимиру снится реальный случай из детства, больше похожий на кошмар. Он маленький мальчик, которого похитили с целью выкупа. Во время штурма его закрывает от пули молодой милиционер. Жаров пытается выяснить у Кати, что еще она слышала от погибшей женщины. Андрей Стрельцов, ее сын, и Анатолий был уверен, что его давно нет в живых. Режиссер Юра убеждает Игоря завершить работу над клипом. Для этого ему нужна актриса на роль его девушки. Игорь предлагает эту роль Кате. Жаров приезжает к главарю и требует, чтобы тот рассказал, с какой целью парня загнали в долговую ловушку. Его худшие опасения подтверждаются. Владимир несмотрительно забывает дома телефон, и Анна читает сообщение от любовницы. Ольга застает ее в слезах, пытается убедить не пороть горячку, признается, что сама прошла через измену мужа, но Анна все равно принимает решение уйти. Шестая серия. Анатолий просит Катю завершить важное дело, которое не успел сделать Жаров, разыскать Андрея Стрельцова. Шубин думает, что это его сын. Он считал его погибшим на пожаре и теперь надеется, что тот все-таки жив. Катя видит, что эта надежда дает ему силы для борьбы с болезнью и соглашается. Анна навещает в больнице Владимира. Она простила его измену. Игорь приходит к следователю, который ведет дело о покушении и признается, что это он подговорил выдико перерезать шланг. Но уже поздно дело получило официальный ход. Катя отправляется в Черков, родной город Людмилы. По дороге в фуру водитель, который ее подвозит, останавливает банда байкеров. Они в шлемах, но Катя замечает, татуировку главаря на запястье. Седьмая серия. Катя вырезает со своей футболки кровь Андрея, которая осталась от пореза, назначает генетическую экспертизу. Сменщица Катя Антонина подозревает, что та не является медработником, пытается вывести ее на чистую воду, грозит, что расскажет Ольге, что Катя мошенница. Анатолий просит Антонина не выдавать Катю, говорит, что под видом сиделки Катя пытается выяснить, кто из родни покушается на его жизнь. Антонина верит и становится вторым человеком, который в курсе, что кома Анатолия не настоящая. В дом Шубиных приходит Андрей. Он говорит Ольге, что некто Жаров звонил ему на днях и предлагал работу охранника в этой семье. Катя становится свидетелем сердечного приступа Анны. Та признается, что скрывает от семьи свою болезнь, просит Катю не выдавать ее. Восьмая серия. Владимир возвращается из больницы. Во время обеда Вика просит у матери устроить вечеринку в честь ее дня рождения. Она предлагает устроить костюмированный бал в стиле Версале, на который в память о Жарове будет приглашен весь обслуживающий персонал. Анна вдохновляется этой идеей и берется все организовать. Катя требует, чтобы Андрей убирался из дома, иначе она вызовет полицию. Андрей объясняет, что вынужден скрываться из-за нее и ему некуда больше идти. И просит, чтобы Катя объяснила, зачем она его искала. Владимир вызывает Игоря на разговор. Предлагает заплатить его долг в обмен на доверенность на акции. Девятая серия. Катя рассказывает Анатолию про драку его сыновей на празднике. Вспоминает, что они упоминали акции, Игорь отказался их отдавать. Анатолий встревожен, он понимает, что старший сын что-то затеял. Он просит Катю пробраться в его кабинет и скачать информацию с рабочего компьютера. Вика заявляется в компанию отца и сообщает Владимиру, что хочет работать. Поэтому она тоже не отдаст ему свои акции. Она намерена доказать Андрею, что чего-то стоит сама по себе. Владимир уверен, что надолго ее не хватит. Дает ей задание организовать благотворительную акцию для детского дома. Кузнецов поднимает дело об убийстве отца Кати и понимает, что обвинение сфабриковано. Десятая серия. Вика приводит Катю в свое убежище. Это квартира, которую она сняла по секрету от родни. Она мечтает, что будет устраивать там свидание с Андреем. Катя понимает, что дело заходит слишком далеко и признается Вике, что Андрей — бандит, которого разыскивает полиция. Кузнецов узнает, что племянник потерпевшей находится в розыске и запрашивает его фото. Он отправляет его Ольге в сообщении с вопросом, не видела ли она этого человека. В этот момент телефон находится в руках Вики, и она подменяет фотографию, чтобы спасти Андрея. На записи программы, в которой должна состояться презентация его клипа, Игорь узнает, что вокалистка Ника умерла, не придя в себя после аварии. Одиннадцатая серия. Андрей отвозит Игоря на похороны Ники, чтобы тому легче было пережить это горе. Вика просит у Кати ее свитер, чтобы на акции в детском доме не выделяться дорогими шматками. Анатолий просит Катю помочь добраться этой ночью до своего кабинета. Ему нужно проверить корпоративную почту. Для этого придется отключить камеры. Он предлагает сделать Андрея участником этой вылазки. Владимир между тем ведет собственное расследование. Он приходит в школу, где работала Катя и выясняет, что уволить ее просил покойный Жаров. Владимир перестает понимать, что происходит. Катя просит прощения у Андрея за то, что сдала его полиции, теперь он герой в ее глазах. Двенадцатая серия. Анатолий останавливает передачу акции и требует от Ольги, чтобы она увезла детей. Он представляет Катю присутствующим как свою помощницу. Шубины в шоке. Катя чувствует себя между двух огней. Она не хочет, чтобы эта семья считала ее своим врагом. Но ни Игорь, ни Вика больше не хотят с ней разговаривать. Кузнецов приезжает в Черков, расспрашивает всех, кто знал Веру Стрельцову и выясняет, что после смерти Людмилы, после пожара, в котором погибли ее родители и едва не погиб сам Андрей, к Вере приезжала богатая женщина, которая представилась ее подругой. Она заставила ее молчать о том, что мальчик остался жив, испугав, что жена Шубина будет мстить. Клишин понимает, что его план рухнул. Он боится, что Шубин докопается до истины и поймет, что он задумал захватить компанию. 13 серия. Анна и Владимир завтракают в городе. Анна дарит Владимиру часы и просит проводить больше времени с Сережей. Анатолий приезжает в офис и обнаруживает, что сделка с английской компанией совершена. Понимает, что сын поделал документы. Светлана соблазняет Владимира прямо у него в кабинете. Это записывает скрытая камера у нее в сумке. Светлана приносит Клишину видео с компроматом на Владимира и требует свои деньги. Дело сделано, акции переведены в фирму, которая на самом деле принадлежит Клишину. Но тот жестко осаживает ее, ведь теперь кода в дело вступил Анатолий, ситуация изменилась. 14 серия. Андрей уезжает, Катя говорит Анатолию, что он виноват во всем и возвращается домой. Из санатория вернулась ее мать. Катя признается, что работает сиделкой в богатом доме, просит рассказать мать о Шубинах, врет, что это соседи. Елена пугается, говорит, что Анатолий Шубин, это тот самый человек, который убил отца. Катя не верит. Она бросается к Клишину в надежде от него узнать правду. Клишин убеждает ее, что отца действительно убил Шубин. Катя хочет встретиться с ним, чтобы сказать, что все знает. Вика за обедом объявляет всем, что у них, оказывается, есть брат, устраивает сцену. Анатолий подтверждает это. После разговора с Клишином Катя приходит в дом Шубинах. На пороге раздается звонок. Клишин говорит Кате, что его ноутбук подключен к камерам, и поэтому он видит каждый ее шаг. Он требует от нее отравить Анатолия, иначе об убьет ее мать. 15 серия. Игорь обзванивает друзей Вики, но никто не может сказать, где она. Тогда Игорь звонит Кате. Та вспоминает пространную квартиру, которую Вика называла своим убежищем. Они с Андреем бросаются туда. Застают Вику без сознания, вызывают скорую. В больнице собирается вся семья. Вика при смерти у врачей плохие прогнозы, отказала печень. В больнице к Владимиру подходит Андрей и просит, чтобы Катю оставили в покое, что отравить чай ее заставил Клишин. Но Владимир вызывает охрану. Охранники по старой дружбе дают Андрею и Кате уйти. Они подаются в бега. Кузнецов приходит к матери Кате, чтобы ее охранять. В разговоре она упоминает о том, что Клишин всю жизнь любил одну женщину, Ольгу Шубину. Кузнецов цепляется за эту информацию, через своих людей в полиции он узнает, что машина Шубина была в поселке в день смерти Веры Стрельцевой. Как раз в тот момент, когда произошло убийство. У него появляется новый подозреваемый. 16 серия. Владимир признается отцу, что потерял компанию, жалеет о том, что не погиб, когда его похитили. Говорит Анатолию, что сколько себя помнит, доказывал свое право на жизнь. Ведь когда бандиты поставили Анатолию условия, жизнь сына или бизнес, Анатолий предпочел вызвать полицию, плескуя ребенком ради своего дела. Анатолий просит сына простить его, говорит, что верит, что Владимир справится с ситуацией. Они решают попросить помощи у отчима Анны. Андрею звонит Гвидон и сообщает, что у него была полиция. Он забрали байк и вот-вот выйдут на Андрея. Андрей принимает решение податься в бега без Кати, ведь ей теперь ничего не грозит, а она рядом с ним будет в опасности. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь и будете в курсе свежей информации. Продолжение следует...